В Ненецком округе прошло совещание Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся реконструкции памятников, подготовки города к празднованию, а также поддержки ветеранов, дружеников тыла и детей войны. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Первым рассмотрели вопрос о реставрации памятников и мемориальных объектов в сельских населенных пунктах округа. Было обследовано 38 объектов, часть из них в удовлетворительном состоянии, за исключением двух памятников. В поселке Харука в текущем году в соответствии с поручением губернатора округа при помощи Ненецкой нефтяной компании будет сооружаться новый мемориальный объект стоимостью примерно 7,8 миллионов рублей. Работа по доставке памятника и части строительного материала в позиннике в соответствии с графиком работ будут осуществляться уже в марте и апреле текущего года. В селе Великовисочном ремонт памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны планируется осуществить путем реализации двух проектов, финансируемых в рамках инициативного бюджетирования. Это непосредственный ремонт памятника стоимость 945 тысяч рублей и благоустройство территории вокруг памятника 928 тысяч рублей. Остальные сельские памятники и мемориальные объекты, нуждающиеся в косметическом ремонте, также будут отреставрированы в течение юбилейного года. Что касается памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, то окончание реставрации памятника намечено на 1 мая. Там будут выполнены следующие виды работ. Это будет разборка пьедестала, на котором стоит памятник. Нижняя часть из керамогранита. Штукатурю у него заново и вкладка нового керамогранита. Нового? Следующий вопрос касался замены отопительных систем и котельных ветеранам и труженикам тыла, которые проживают в сельских населённых пунктах. На сегодняшний день на территории Заполярного района зарегистрировано 60 тружеников тыла и один ветеран. 20 из них обеспечены котелками, 11 не проживают на территории, пятерых подключат к теплосети в ближайшее время. Оставшиеся 25 человек необходимо будет обеспечить альтернативными видами топлива, так как на данный момент они используют печное и угольное отопление домов. Мы сейчас прорабатываем техническую возможность. Это перевод либо на электрокотлы, либо модульные котельные, точечные, где проживают эти ветераны. Не везде есть замены участка, где возможно установить модульные котельные, но прорабатываем, смотрим. Также для тружеников тыла проведут капитальный ремонт жилых помещений. Недавняя проверка показала, в этом нуждается 38 помещений. Причём решение по каждому будет принято отдельно. В данном случае рассчитывайте, как такой факультатив, который вы, в том числе, исходя из памяти о людях, которые совершили этот подвиг, должны сделать. Считайте себя в этой работе волонтёрами от государства. И здесь мне рассказывают, что регламент и всё остальное не нужно. Это наш с вами святой долг, и вы должны его выполнить. Пожалуйста, вместе с Сергеем Анатольевичем, Павел Александровичем, займитесь этим вопросом. Давайте вот две недели вы должны отдать ответ. Также труженикам тыла, которые участвуют в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, будут предоставлены квартиры вне очереди. Я прошу учесть первоочередное переселение тружеников тыла, кто в этом нуждается. Это само собой. Я исхожу из того, что когда мы приняли это законодательное решение, мы уже все в голове это держали. Особенно в этом году. У нас в этом году все труженики тыла, кто нуждается, должны быть переселены вне очереди. Как мы договаривались? Я думаю, что никто не будет против этого вложения. В завершение совещания Александр Цибульский дал чёткие указания. Всё, что касается ветеранов, тружеников тыла, детей войны, должно находиться в приоритете у всех представителей администрации. Наталья Дуркина, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.